Предположим, у нас есть какое-то тело сложной формы. Рассмотрим какой-то участок поверхности этого тела. Предположим, что в системе действует сила тяжести, только нет ускорения системы. То есть у нас есть результирующее общее направление силы, направленное вниз. Вот в этом месте столб жидкости создаёт определённое давление P. Давление столба жидкости для произвольного столба, если здесь у нас S, назовём это S горизонтальное. Давление столба жидкости будет равно силе тяжести делить на площадь, или же Mg делить на S, или же масса у нас плотность на объём, а объём это S на H и на G на S. Получим ρgh. Достаточно традиционная, известная формула давления на некоторой глубине. Ну, если давление равно ρgh, дальше нужно понять, какая сила будет действовать на вот эту площадочку. Здесь мы рассматривали вот такую вот горизонтальную поверхность. Давайте покажем, что давление не будет зависеть от ориентации этой поверхности. Рассмотрим маленький вот такой вот треугольничек, который продолжен вглубь на глубину H, на толщину B. Здесь у нас, скажем, A. Давайте стандартное обозначение, использую более привычное в теории Эмпифагора. А, B и C. Рассмотрим очень маленький такой вот треугольничек, составленный из трёх площадок. Две взаимно перпендикулярные, и третья вот так вот под углом. Для этих трёх площадок мы можем, считая, что такой треугольник очень-очень мал, то есть вот он здесь вот, и он гораздо меньше по высоте, то есть B у нас гораздо меньше, чем H. Для этого треугольника можно написать равновесие сил. Если мы возьмём такой вот участок в жидкости, то сила, действующая снизу, сверху и сбоку, будут уравновешивать друг друга. Обзовём это Fy, это будет Fx, это будет F. F плюс Fx плюс Fy. Сумма будет равна нулю. Система в равновесии. Системы в равновесии ускорения никакого нет. Из теоремы Пифагора мы можем написать, вот можно перерисовать эту тройку векторов таким образом. Это F, Fy, Fx. И по теореме Пифагора для такого вот треугольника мы получим, что F квадрат равно Fx квадрат плюс Fy квадрат. С другой стороны мы можем написать, что из теоремы Пифагора для такого треугольника A квадрат плюс B квадрат равно C в квадрате. Домножим вот это уравнение на D в квадрате. Получим A квадрат D квадрат плюс B квадрат D квадрат равно C квадрат D квадрат. Или же если у нас здесь S1 здесь S2 а здесь S S квадрат 1 плюс S квадрат 2 равно S в квадрате. Теперь перепишем вот это выражение. F в квадрате. F это давление умножить на площадь S. Значит P квадрат P умножить на S в квадрате равно но мы видели что давление зависит от высоты и вот этот треугольничек который мы предположили он очень мал по сравнению с высотой. Соответственно изменением давления по высоте вверх-вниз можно пренебречь и можем написать что это будет просто P1 какое-то на на так сейчас я хочу Fx написать значит это вот сила вот с этой стороны значит это будет P2 на S2 в квадрате плюс P1 на S1 в квадрате мы расписали теоремы Пифагора давление на сторону А и давление на сторону Б на эту сторону они будут практически одинаковы поскольку Б гораздо меньше чем H ну вот мы видели что давление равно роже H давление на некоторой глубине и тогда можно написать что здесь будет просто P1 умножить на S1 в квадрате плюс S2 в квадрате и получим что P на S P2 на S2 равно здесь тоже имеет смысл P1 в квадрате равно P1 в квадрат на S1 в квадрате плюс S2 в квадрате но S2 равно S1 в квадрате плюс S2 в квадрате поэтому эти две величины можно сократить и получим что P равно P1 то есть давление которое действует под каким-то углом и давление которое действует снизу и давление которое действует сбоку они будут одинаковы для равенства давления то что силы будут направлены то что давление действующее на любую поверхность вот такого вот такой трегранной призмы они сюда одинаковы но есть название закона Паскаля это закон Паскаля то есть давление не зависит от направления ну и тогда сила вот здесь F будет равна давлению умножить на площадь P умножить на S где S у нас вот здесь теперь рассмотрение я сейчас уберу закон Паскаля у нас уже получен давайте найдем вертикальную составляющую этой силы спроектируем на ось Y здесь у нас будет угол альфа и F Y будет равно P на S и на косинус угла альфа но с другой стороны если мы рассмотрим S S участочек вот он здесь нарисован он как бы продолжается вглубь ну вот такой и посмотрим что будет если мы умножим вот этот вот S на косинус угла альфа альфа у нас это угол между нормалью и вертикалью соответственно если здесь у нас альфа то вот этот вот угол у нас тоже будет углом альфа ну а раз это угол альфа то вот это вот тоже будет S умножить на косинус альфа ну соответственно здесь у нас было C обозначено значит S S равно C умножить на D снизу у нас была А и А равно C косинус альфа и значит S нижняя назовем его S горизонтальная S горизонтальная будет равно S косинус альфа то есть F Y будет равно P на S горизонтальная S горизонтальная теперь мы можем взять вот такой столбик и выделить участочек снизу на этот участочек будет действовать тоже сила F F Y но если здесь было давление условно говоря P на верхней части назовем его P1 то здесь будет давление P2 давление на нижней части тогда здесь F Y1 равно P1 S 1 косинус альфа или же P1 на S горизонтальную F Y2 равно я не буду переписывать это выражение оно будет тоже тоже P2 на S горизонтальная причем с горизонтальной то же самое потому что мы выделили вертикальный такой вот кусок горизонтальное сечение у нас одно и то же вот у нас с горизонтальной и тогда F Y2 минус F Y1 будет равно P2 минус P1 на S горизонтальную подставляю сюда выражение P через высоту получим что это у нас будет Rho G S горизонтальная на H давайте назовем так здесь у нас скажем H1 здесь у нас будет H2 H2 минус H1 произведение площади горизонтальной составляющей на изменение высоты H2 минус H1 это объем вот этого вертикального цилиндрического участка ну или почти цилиндрического со скошенными краями получим Rho G V такого вот участка далее мы имеем возможность просуммировать такие результирующие силы по всему телу целиком ну и окончательно получим что F равно Rho G Rho G на объем всего тела на V тела заметим что здесь тело считалось полностью погруженным в жидкость а плотность это плотность жидкости потому что Rho это вот плотность столба Rho жидкости вот это выражение выражение для силы Архимеда вот так вот оно получается но есть одно но вполне может быть что какая-то часть тела либо либо находится над водой либо находится в зоне где жидкость не подтекает под это тело то есть она не может не попадать давайте рассмотрим пример и на дне стоит вот такая вот конструкция а внизу вот здесь вот эта конструкция плотно прилегает ко дну нету зазора жидкость под эту конструкцию не попадает не затекает тогда рассмотрение которое мы делали только что оно будет справедливо для любого участка вот здесь и вот здесь на вот такие участки будут действовать действительно сила Архимеда равная Ро на Ж на В вот это усилие снизу оно будет оказываться больше чем сверху и будет действовать сила Архимеда но участок нижний не будет испытывать действия силы потому что жидкость не подтекает вниз здесь отсутствует жидкость а верхняя часть будет продолжать испытывать давление будет продолжать испытывать силу то есть сила Архимеда в данном случае должна быть записана совсем другим образом Архимедова сила также точно запишется на вот этих участках вот на этих участках а на участок который полностью прилегает будет действовать только сила давления жидкости сверху а компенсирующей силы не возникнет ну и такая сила будет должна быть найдена путем суммирования сил давления вертикальных составляющих вот в этой зоне вот такой пример по отношению к силе Архимеда 42 3 3 6 5